Хоккей Привет! Это МХаки, меня зовут Стив Дэнгл, а это... Что? Ты по-русски что ли разговариваешь? Да, ты тоже сказал. Как ты сказал? Сегодня речь пойдет про локаут и будем работать так. Стив не говорит, что он хочет сказать, я ему записываю это на русском, он запоминает, произносит и все радуются. Правильно? Да. Не судите меня строго. Пожалуйста. Окей. Локаут дело не простое. Тут много проблем. Все, передохни. Спасибо. Весь конфликт возник в основном из-за того, что многие клубы Лиги просто-напросто теряют кучу денег каждый год. Что в итоге привело к конфликту профсоюза игроков НХЛ и самой Лиги? На повестке дня у них, в общем-то, три основных вопроса. Главный камень преткновения – это, естественно, разделение доходов самой Лиги. Второй немаловажный момент заключается в том, что владельцы клубов больше не хотят подписывать игроков больше, чем на пять лет. А игрокам это не нравится. И вот тут прикол. Непосредственно во время переговоров, которые завершились ничем и привели к локауту, клубы продолжали подписывать людей на контракты на 6 и 7 лет. Очень логично. И в свете всех этих событий сейчас появилась информация о том, что профсоюз игроков может вообще выступить за отмену потолка зарплат. Что, как думаешь, понравится это владельцам клубов? Нет. В результате НХЛ отманило все прецизионные игры. И теперь их браки... Что? Акцент у тебя, братиш, конечно, вообще. Ты свой слышал? Меня зовут Андрей Асадченко. Я говорю о хоккее. Я должен тебя убрать. Похоже? Нет. Да? Нет. Как будто ни было, теперь многие НХЛ отцы уезжают и играют в КХЛ, из-за чего Степа у нас теперь болеет за магнитку. Давай, Кулемин, давай! Что ж, будем следить за Кулемином из Торонто. И на этом выпуске МХОКЕ подошел к концу. Напоминаю, что меня зовут Андрей Асадченко, а это... Стив Дангл. Я отмолчился.